Воскресный день Тонкий, но плотный белый ковер устилал тротуары. Белые ниточки улеглись на черных сучьих деревьев. Таня на этот раз была в военной форме. Это послужило Ручьеву предлогом к началу разговора. «Товарищ гвардии старший сержант, разрешите обратиться!» Гаркнул он, появившись у нее из-за спины, и тут же выругал себя. «Удивительно остроумно, ничего не скажешь. Светский острослов Ручьев в своем репертуаре. Почему каждый раз, как встречаюсь с ней, так выгляжу полным идиотом?» «Разрешаю», — сказала Таня и посмотрела на него без улыбки. Немного обескураженный, он молчал. «Сколько еще осталось до конца увольнения?» — Ручьев переминался с ноги на ногу, не зная, что сказать. Инициатива была выбита у него с самого начала. «Ваше приглашение на чай!» «Не потеряла силы?» — спросил он, наконец. «Не потеряла. Пошли». Половину дороги молчали. Шли в ногу, устремив насупленные взгляды в белую пустоту улиц, напоминая поссорившуюся семейную пару. «А я догадалась, почему вы тогда убежали», — неожиданно сказала Таня, не глядя на своего спутника. «Почему?» — спросил Ручьев. «Сами знаете. Я-то, конечно, знаю, а вот и я знаю. Я же сказала упрямо», — повторила она. «Так, может, мне опять убежать?» — грустно спросил Ручьев и остановился. Таня по инерции прошла три-четыре шага и тоже остановилась. Некоторое время они стояли и смотрели друг на друга, не приближаясь. «Не стыдно?» — нарушил молчание Таня. «Стыдно?» — Ручьев опустил глаза, потом воскликнул с досадой. «А вам никогда не приходилось приврать? Нет?» Таня быстро подошла. «Вы не так поняли. Я о другом. Не стыдно было убегать от меня. Что вы подумали? Вы, наверное, не очень высокого мнения обо мне, да?» Ручьев молча пожал плечами. «Они медленно пошли дальше. Вы не очень-то мне доверяете». Ручьев не выдержал. «Вы странный человек, Таня. Ведь я вас почти не знаю. Вас в дивизии все знают. Вы знамениты на всю страну. У вас хвост поклонников. А я кто? Рядовой, да еще тринадцатый номер. Чего я мог ждать? Только насмешек. В лучшем случае». Таня вспыхнула. «Плохо разведка ваша работает. Собрали какие-то дурацкие сплетни, неизвестно откуда. Погоны для меня не главные в человеке. А уж что касается насмешек, так в жизни этим не занималась». «Чем этим?» спросил Ручьев. Таня секунду молчала. «Ну, насмешками?» Неуверенно сказала она. «Чего вы смотрите? Нельзя так сказать? Занималась насмешками? Да? Верно, нельзя». И рассмеялась. Ручьев улыбался. Гроза пронеслась. Они подошли к дому. Таня долго шарила по карманам, разыскавая ключи, пока Ручьев не толкнул плечом дверь, оказавшуюся незапертой. За столом сидела Рена в тренировочном костюме и, отдуваясь, пила чай. На лбу у нее выступили капли пота. Увидев входивших, Рена вскочила, чуть не опрокинув стакан. «Ой, пришли все-таки!» сказала она. «Что значит «все-таки» нахмурилась Таня?» «Я сейчас», – засуетилась Рена. «Сейчас подогрею!» Она исчезла где-то в глубинах дома и больше так и не появилась. Чайник принесла Таня. С гордостью вывалив в вазу какое-то сложное печенье собственного производства, разлив чай и подвинув стакан Ручьеву, она молча уставилась на него. Некоторое время Ручьев сосредоточенно пил чай, делая вид, что не замечает направленного на него взгляда. Наконец спросил. «Вы что так смотрите?» «Я себя как на этой вашей флюорографии чувствую». «Да нет ничего», – Таня отвела глаза. «А почему вас так часто увольняют?» «Вы что, образцовый солдат?» «Образцовый, не образцовый, а первое место на полосе занял. Вот и уволили». Господи, нашел, чем хвастаться. Ручьев поморщился от досады. Но на Таню это сообщение, видимо, произвело большое впечатление. «Серьезно? Первое место? Здорово!» А как удалось? Она пустилась в расспросы. Когда тема иссякла, Таня неожиданно попросила. «Ну вот что, расскажите о себе». «Автобиографию?» «Автобиографию. Поменьше цифр, побольше фактов». «Слушаюсь». «Родился?» «Нет, Толя». Она впервые назвала его так. «Правда, расскажите, как жили, время проводили, как вас призвали. Вы очень не хотели идти в армию. Очень», – вырвалось у Ручьева. «А теперь?» «Теперь не знаю», – помолчав, ответил Ручьев. «Теперь надо подумать. Понимаете, Таня, жил я шумно и весело, каюсь, как пел Вертинский. У меня было много друзей, машина, весело проводил время». «А почему было? Они что, исчезли, все эти друзья? Куда?» «Да нет, не исчезли», – Ручьев не знал, что ответить. «Просто все это теперь в прошлом». «Интересно», – сказала Таня. «Каково вам теперь в армии после вашей сладкой жизни? Тяжело, наверное?» Ручьев молчал, но Таня настаивала. «Тяжело?» «Было тяжело». «А что значит было?» «На первых порах?» «На первых порах и вообще?» «А теперь?» «Теперь нет», – Ручьев посмотрел Тане в глаза. «Теперь легко. Теперь все прекрасно. Есть куда ходить в увольнение, есть кому чаем меня напоить, пригреть сироту». Он улыбнулся. «Насчет чая можете не сомневаться. В любое время не будет меня, будет Рена». Так болтали о пустяках, смеялись, шутили. Но все время зорко присматривались друг к другу, прислушивались к своим чувствам, обходили опасные места. Прощаясь, Таня как бы, между прочим, заметила. «Скоро конец нашим встречам». «Конец?» – испугался Ручьев. «Ну, не конец, перерыв». «Если иметь в виду, что наши встречи происходят два раза в месяц», – попытался пошутить Ручьев. «Так и будет», – сказала Таня, деловито поправляя воротник его шинели. «Я уезжаю на сбор». «Сбор?» «Сбор!» «Чего вы удивляетесь? Наши дивизионные спортсмены, в том числе и Татьяна Кравченко, убывают на очередные тренировочные прыжки. Впрочем, это недалеко». Ручьев сразу помрачнел. «А-а-а-а!» – пробормотал он. «Ну ладно, вернетесь, встретимся». «Не раньше», – Таня улыбнулась. Но Ручьев не понял намека. Он пожал Тане руку и торопливо зашагал в казарму. Как всегда, Крутов проснулся мгновенно. Так просыпается одинокий хищник, почуяв опасность. Были времена, когда это спасало ему жизнь. За доли секунды, перейдя от глубокого сна к ясному, настороженному бодрствованию, он открывал стрельбу или выскакивал в окно. Теперь было иначе. Просыпался Крутов по-прежнему мгновенно, но ненадолго. Налетавшая ясность мысли и готовность к действиям проходили так же быстро, как и возникали. Через несколько секунд Крутов вновь погружался в полудремоту, длившуюся долго. Преодолевая сонливость, Крутов тяжело сел в постели, спустил босые ноги на пол. Медленно ступая по холодному полу, Крутов подошел к окну, раздвинулся на вески, распахнул рамы. Вместе с тусклым светом пасмурного дня в комнату прокрался сырой туман. Протолкались звуки, шелест автомобильных шин, далекие крики газетчиков, глухой колокольный звон. Крутов закашлялся, закурил. Ему стало легче. Пошел в ванную, долго плескался под холодным душем, утюжил ароматной пастой зубы, брился. Крутов вздохнул, надел плащ, закурил и вышел на улицу. Туман еще висел кое-где, ухватившись за голые сучьи. Под ногами хлюпала зимняя липкая грязь. Сырой, пронизывающий, не сильный, но непрекращающийся ветер дул и дул, как вчера, как позавчера, как неделю назад. Крутов подошел к машине, оглядел критическим взглядом кое-где поцарапанные бока. Поленившись лезть за тряпкой, протер рукавом ветровое стекло. Включил мотор. Мерседес мягко и бесшумно заскользил по мокрой улице. Миновав пустынный в воскресенье центр окраины с новостройками, напоминавшими карточные домики, Крутов выехал на автостраду и катил по ней минут сорок. С двух сторон проносились затянутые инею поля, чернели леса, от редко разбросанных далеких ферм долетал тугой запах навоза. Потом свернул на лесную дорогу и, проехав еще с четверть часа, остановился у высоких глухих ворот. Посигналил. Два коротких гудка, два длинных, снова два коротких. Под громкой лай овчарок ворота раскрылись. Дорога вела к высокой двухэтажной белой вилле под серой черепицей. Но Крутов, не останавливаясь, проехал дальше. В глубине парка стояло приземистое каменное строение без окон. Две-три машины дремали устиной. Хлопнул дверцы, Крутов обогнул здание и вошел в узкий проход. Спустился по лестнице. Миновал коридор. Еще раз спустился и остановился перед тяжелой дверью, какими запирают бомбоубежище. Нажал кнопку звонка. Дверь медленно отворилась. Навстречу пахнуло пороховым дымом. Донеслись приглушенные выстрелы. В длинном бетонном подвале размещался тир. Вдали ярко освещенные маячили мишени. Возле двери в полутьме на линии огня притаились стрелки. Их было трое. И неискушенный человек принял бы их за цирковых артистов. Все в рабочих комбинезонах и резиновых сапогах. На пистолеты надеты звукоглушители. Никто не стоял в классической позе, расставив ноги, вытянув правую руку. Стрелки все время находились в движении. Один становился на ящик и стрелял в тот момент, когда у него выбивали этот ящик из-под ног. Другой неспеша закуривал сигарету, а потом неожиданно совершал прыжок в сторону, одновременно выпуская в мишень обойму. Третий стрелял с завязанными глазами. Поздоровавшись кивком головы, Крутов снял с вешалки робу, достал из шкафа пистолет, включился в тренировку. Так продолжалось около часа. Одни уходили, другие приходили. Никто ни с кем не разговаривал. Все были заняты делом. Закончил занятие и Крутов. Аккуратно спрятал пистолет, повесил комбинезон, вымыл в соседнем помещении руки и вышел на воздух. Постоял, вдыхая свежий аромат хвойного леса. Пройдя немного дальше, Крутов оказался на широкой утрамбованной площадке. Здесь тоже шли тренировки. В нескольких хмурых, сосредоточенных парней метали ножи. Просвистев в воздухе, тяжелые клинки с четким шлепанием вонзались в разноцветные пробковые круги мишеней. Все было как в тире. Люди метали ножи в падении, в прыжке, стоя спиной к цели, нагнувшись между ног, выхватывая клинки из-за головы, из рукава, из сапога. И здесь Крутов провел полчаса. Затем, по-прежнему, ни с кем не обменявшись словом, вернулся к машине и поехал в город. Вне задания никто не спрашивал у Крутова, как он проводит время. Так, по крайней мере, считалось. В действительности, он прекрасно это понимал, каждый шаг его был известен. Однако, существовали кое-какие обязательные правила. Например, такие вот тренировки и другие по специальности. Они проводились через день и в будни, и в праздники. А после тренировки, пожалуйста, иди на все четыре стороны, развлекайся, как хочешь. Но, если начинала дрожать рука и пули улетали за молоком, если кто-нибудь допускал излишнюю откровенность в беседах со случайными подругами, можно было лишиться работы, а иногда и жизни. Об этом забывали лишь круглые дураки. Не особенно поощрялась и близкая дружба, да и с кем дружить. Как ни удивительно, но люди эти, избравшие такой вот жизненный путь, глубоко презирали друг друга за сделанный выбор. Каждый видел в другом предателя Родины, отщепенца, презирал его и внутренне, а порой и вслух, издевался над ним, зная при этом, что сам не лучше, что сам достоин отвращения, и вымещал это на других. То была поистине змеиная яма, где тесно перевитые единой горькой судьбой, ненавидя и проклиная свое бывшее отечество, эти люди в то же время ненавидели и друг друга, готовые в любую минуту вонзить в соседей отравленные жало. После тренировки Крутов отправился обедать, завтракать по-ихнему. Он делал это всегда в одном и том же маленьком полуподвальном ресторанчике на набережной. У Крутова, в отличие от большинства ему подобных, накопился небольшой капиталец. В общем-то, он жил скромно, в карты не играл, часто и не за свой счет уезжал в командировки, в случае успеха получал хорошее вознаграждение и порой задумывался, куда пойдут накопления-то, кому. Иногда Крутов читал газеты или книги, иногда ходил в кино, подремывал на обычных фильмах о шпионах и гангстерах. Знали бы эти режиссеры и экранные злодеи, каково на самом деле, насколько все страшней и сложней. Изредка удавалось посмотреть советский фильм. Не все они были удачны, но во всех представала их жизнь, их люди, города, леса, поля. Иногда даже в недублированных звучали их речь, их песни. Он видел на экране их улыбки, их радости и слезы и ловил себя на том, что порой смеется вместе с героями, переживает их горести, радуется их радостям и не находил в себе силы встать и уйти. Он снова бредет по улицам этого вечно чужого города, где всегда пасмурно, тревожно и тоскливо, как у него на душе. Вот именовал еще один никчемный день. Никчемный день никчемной жизни. «Это ужасно. Мать решила лично проверить, как воюет ее любимое дитя. Она намерена приехать. Вопрос с переводом все никак не решится. Не знаю, что делать. Исчерпал все возможности. Единственное, что остается, это написать, будто отправили на задание куда-нибудь далеко. Но, зная ее характер, могу представить, что она как раз и воспользуется моим отсутствием, чтобы нанести визит Владейникову. Что делать? Может быть, написать отцу конфиденциально? А служба идет. Как все-таки быстро человек ко всему привыкает. Помню, во сколько вставал в Москве. Ну, когда школа, ясно, приходилось рано. Но в свободные дни или когда во вторую смену раньше десяти не просыпался. Потом качал гири, потом в ванной болтался, потом мамин завтрак поглощал. Это тоже подвиг, не всякому доступный. В библиотеку, в институт готовился, вечером друзья, да еще сколько уходило на телефонные разговоры. Я теперь трачу на весь завтрак столько же времени, сколько раньше уходило на одни мамины тосты. Потом рота смирно, на занятия шагом марш. В личное время сажусь за письма. Здравствуй, па. Не удивляйся, что письмо передаст тебе Влад. Прочтешь, отдай ему обратно. Так надо. и поклянись, что ма ничего не узнает. Она пишет, что собирается приехать. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Ты пойми, если она приедет, то все испортит. Ко мне здесь все относятся с большим уважением, даже сам генерал. А тут приедет ма, ты ее знаешь, она начнет всех брать на обаяние. Может, в Москве это и проходит в ее кругах, а здесь нет. Как бы тебе объяснить? Здесь народ немного другой. Теперь насчет перевода. Пусть не слишком нажимает, есть соображение. Имеет смысл не торопиться. Потом сообщу подробнее. Таковы мои просьбы, отец. А так ни о чем не беспокойся, твой сын в полном порядке. Толик. Что такое счастье? Один философ сказал, что это когда человеку уже больше нечего желать. Я счастлив. Я достиг всего. Мне уже нечего больше желать. Я совершил прыжок с парашютом. Я Ручьев Анатолий, гвардия рядовой. Накануне на вечерней поверке объявляют суточный наряд. Ручьев старшина кричит. Я отвечаю. Повезете на сбор и литературу. Поступаете в распоряжение командира роты. Ясно. Смотрю кругом. Никто ничего не замечает. Может действительно, а может все знают и притворяются. Ночь не спал. Чего только не передумал. Заснул под утро. Не успел опомниться. подъем кричат. Сделал зарядку, сходил на завтрак, являясь к старшине. И тут выясняется, что командир роты не едет. Едет Якубовский. Вот тяна. Это неспроста. Потом поразмыслил. Нет, все логично, везем литературу, Якубовский замполит. Приехали. Стоит невзрачный домишко, там живут спортсмены. Вдале слышу самолеты, моторы работают. Волнуюсь, жду встречи с Таней. А Тани нет. Обедаем молча. В столовой кроме нас никого. Кончаем обед, собираемся выходить. Дверь открывается и врывается Таня. Румяная с улицы, волосы растрепались, глаза блестят. Одна. Смотрим друг на подруга. Якубовский говорит, у вас, Кравченко, когда прыжки? Через час? Не возражаете, если мы с гвардейцем к вам присоединимся? Или у вас специальные прыжки? Нет, отвечает, пожалуйста. Товарищ Ручьев, Якубовский поясняет, не поспел с роты прыгать. Так уж получилось. Решили воспользоваться случаем, что к вам заехали. Значит, через час у выхода? Через час Таня отвечает. Якубовский выходит, и мы остаемся с ней вдвоем. Но уже за дверью топот и голоса спортсмены идут в столовую. Собираюсь тоже уходить, и вдруг Таня быстро подбегает ко мне, берет за плечи, дышит в самое лицо. Все будет в порядке, Толя. Слышишь? Все будет в порядке. Даю тебе слово. Еще что-то хотела сказать, но уже народ повалил. Я вылетел из столовой на улицу. Стою размышляю. Она что, догадалась, что я чувствую? Или все это вообще спектакль, где все роли заранее расписаны, и ее завлекли в это дело? Старички рассказывали, сажают вот такого, как я, откащика с девчонками, но неловко трусить перед ними, он и прыгает. Прием такой. Одно дело, если это Копылов и Якубовский задумали, другое, если и Таня в курсе дела. Может, и знакомство наше с ней, и, ну, словом, все остальное тоже спектакль. Поручили ей роль, она и рада стараться, мол, влюбится, так уж наверняка прыгнет ради любимой. Самолет набирает высоту, ложится на курс. Старший лейтенант Якубовский встает и громко приказывает зацепить карабины, хотя в кабине нас всего трое. Сейчас Таня совершит прыжок, и хорошо бы, чтобы Якубовский и бортмеханик взяли и выкинули меня из самолета, но к двери спокойно направляется старший лейтенант. Он вдруг поворачивается ко мне, широко улыбается и кричит Давай за мной, Толя! Жду внизу, не задерживайся! И исчезает. Я вскакиваю и останавливаюсь в проеме. Таня тоже поднялась, она стоит возле меня. Я смотрю вниз, там несется снежное поле, белизна скрадывает высоту, еле заметен на этом фоне парашют Якубовского. Надо прыгать, сердце холодеет, а сам я словно горю. Ну, ну же, готов убить себя. Ну, чего, чего бояться? Отвожу взгляд от земли, смотрю на Таню, и в глазах ее читаю такую мольбу, словно я занес над ней топор. она что-то шепчет, не слышно что, и вдруг крепко, страдальчески зажмуривает глаза. Тогда я тоже закрываю глаза и решительно бросаюсь в пустоту. Сначала ничего не соображаю, кругом свист, шум, меня переворачивает только где-то в мозгу, равнодушный ко всему бьется счет. стабилизирую раз, стабилизирую два, стабилизирую три, стабилизирую четыре, изо всей силы дергаю кольцо, или это кто-то другой, посторонний, невидимая могучая рука встряхивает меня, и вдруг наступает тишина и покой. «Ты ничего не заметил?» спросил Копылов своего заместителя по политчасти, когда они выходили из кабинета подполковника Сергеева. «А что?» ответил Якубовский вопросом на вопрос. «По-моему, он что-то задумал. Во всяком случае, готовит нам сюрприз. Совещание с вещанием, но что-то он задумал. Почему он интересовался, сколько в роте больных, отпускников, мало ли почему, интересуются, заботятся?» Копылов хитро подмигнул. «Нет, брат, меня не обманешь. Пойдем-ка в роту, проверим еще разок, что и как». Через несколько минут Якубовский входил в кабинет Николаева. Николаев некоторое время молчал, устремив на него внимательный взгляд. Потом протянул ему лежавший на столе конверт. «Прочти». Якубовский неторопливо взял конверт, вынул письмо и углубился в чтение. Письмо было длинным, восемь страничек мелкого женского почерка. Пока он читал, полковник Николаев занимался своими делами, отвечал на звонки, куда-то выходил. Кончив читать, Якубовский аккуратно сложил письмо, спрятал его в конверт и положил на стол. жаль, товарищ гвардии полковник. Что значит жаль? Как он вообще-то Ручьев? Видите ли, товарищ гвардии полковник, вполне вероятно, что все, что здесь пишет его мать, правда. Только это бывший Ручьев, кое в чем и нынешний, но никак не завтрашний. Он очень изменился, имеет хорошие и отличные оценки, помогает товарищам по английскому языку, стал активно участвовать в общественной жизни роты. Один был недостаток, отказчик. Теперь все в порядке, совершил два прыжка, мечтает парашютным спортом заняться. Да, задумчиво протянул Николаев и покачал массивной головой, а мать пишет, что дипломатом мечтает стать. Что ж, Якубовский усмехнулся, мечты у людей меняются, не удивлюсь, если Ручьев подаст когда-нибудь рапорт в училище. А мать вот просит не чинить препятствий, когда придет запрос на него, поскольку лишь в Москве имеются все условия для рассвета его незаурядного дарования. Как поступим? Начальник политотдела помолчал. Поступим так, сказал он. Ответ напишет Ручьев. Поговори с ним. Нужно, пришли ко мне. Скажи, как сам захочет, так и будет. Лучшей проверки для него и не придумаешь. На следующий день в тот же кабинет входил гвардия рядовой Ручьев. Он отнюдь не рабил. Наоборот, пребывал в самом воинственном настроении. Поэтому после первых же вопросов полковника он сам того не замечая набросился на него. Ну, как же так, товарищ гвардий полковник? Я ведь прыгнул, да еще как. Вы спросите у старшего лейтенанта Якубовского. Я вообще хочу парашютистом стать. Пряча улыбку, полковник Николаев пытался возражать. Ты же хотел дипломатом, но Ручьев с жаром перебивал. Да ну его к черту, простите, товарищ гвардий полковник, ну его к богу в рай этого дипломата. Я прирожденный парашютист. Видимо, эта мысль крепко засела в ручьеве, и он все время возвращался к ней. У меня все показатели отличные, ну почти все, взысканий нет, вы не должны меня отдавать. Ну ладно, все ясно, хочешь остаться и стать парашютистом, напиши, матери спокойное и хорошее, слышишь, хорошее письмо, все объясни, расскажи о нашем разговоре. Я тоже отвечу, пусть, мол, ваш сын сам решает, чего он хочет. Посоветую твоей матушке не мешать твоему выбору. Скажу, что меньше, чем через полтора года вернешься и тогда как полтора года, растерянно спросил Ручьев. Ну, кончится служба. А может, я в училище пойду? Меня не могут не принять, я прирожденный парашютист, они обязаны. Послушай, Ручьев, Николаев положил ему руки на плечи. Запомни, они не обязаны. Обязан только ты сам. Ты обязан отлично служить, отлично учиться, отлично работать и, если придется, отлично защищать Родину. Ясно? Ясно, тихо ответил Ручьев. Ну вот, теперь иди, служи. Не хочешь уезжать, не уедешь. Надумал подавать рапорт в училище, подавай, если достоин, примут. Когда хорошо обученное подразделение выходит по тревоге, это примечательное зрелище. Никакой суеты, никакого шума, редкие негромкие фразы. У пирамид с оружием, у выхода, у вешалок с шинелями никто не толпится. Как пожарные на выезде. Все продумано, рассчитано, заучено. Так было и на этот раз. И вот уже рота стоит перед казармой. Офицеры заканчивают проверку. Негромкая команда. Равняйся, смиро, направо, бегом, марш. Через десять минут тупорылые машины выезжают за ворота городка. Десантников привозят на аэродром. На взлетной полосе самолеты. Огней не нужно. Спокойный ледяной лунный свет заливает все кругом и от снежных полей становится еще светлей. Каждый давно знает свое место. Приготовления к посадке недолгие. Теперь десантники в белых масс-халатах, на них парашюты, ранцы, оружие. Сейчас они толстые и неуклюжие, сидят тесно прижавшись друг к другу на узких скамейках. А на земле они окажутся другими, распрямятся как стальные пружины. Будет отброшено все лишнее, мгновенно разобраны и надеты лыжи, и люди станут быстрыми, ловкими, опасными, как черти, всесильными, как боги, неотразимыми, как нож в спину врага. Мы ползем. Зимой, ночью, иной раз светлее, чем днем. Вот сейчас такая ночь. Луна светит вовсю, кругом белым-бело, и хотя мы в белых мас-халатах, мне все время кажется, что нас видно. До станции шли недолго, спрятали лыжи, подкрались, залегли, наблюдаем. Три вагона стоят на ветке, закрыты брезентом. Четверо часовых с каждой стороны по одному. И видно, ребята бдительные, на ходу не спят, посматривают по сторонам. Горят фонари, луна, светло, как днем, не подойти. В стороне два офицера с повязками покуривают посредники. Лежали час-два. Смена караула. Разводящий подходит, с ним четверо новых. И новый сразу же идет туда за вагоны. Однако секунд двадцать та сторона, к тому же обращенная к лесу, не охраняется. Весь вопрос в том, случайно ли это или у них каждый раз так. Ползем, ползем к дороге, приближаемся как можно ближе, до вагонов метров десять. Лежим, ждем, до смены четверть часа. Наконец слышим марширует тихие слова, пауза, команда, опять шаги, опять команда. Часовой с нашей стороны уходит к торцу и исчезает за вагоном. В то же мгновение Щукин как кошка бросается вперед и падает. Он за что-то зацепился ногой, стонет, корчится, хватается за ногу. Часовые ничего не заметили, а посредники углядели, перестали курить, что-то в блокноты записывают. Как быть? Прошло еще пять секунд. Тогда вперед бросаюсь я, в три прыжка долетаю до платформы, еще набегу определяю, где можно подлезть под брезент, ныряю туда, замираю. Теперь я лежу в напряжении, потому что моему телу здесь под брезентом отведено место достаточное разве что для одного моего носа. Слышу новый часовой неторопливо проходит мимо меня, возвращается, снова проходит, долетают тихие голоса. Часовой заговорил с другим, пользуюсь этим, чтобы переместиться. Со скорости улитки проползаю метр и о радость нащупываю углубление, втягиваюсь в него, всасываюсь, ввинчиваюсь. И вдруг шум, голоса, топот ног. Сердце останавливается. Неужели меня обнаружили? Или ребят? Может у щукаря с ногой что-нибудь серьезное? А может быть хворост дурака валяет? Время идет, шум не утихает. Слышен паровозный свисток. Ближе, еще ближе. Толчок! Сомнений быть не может, прицепили паровоз. Свисток, какие-то крики команды, тишина. Толчок! Платформы трогаются. Я мгновенно принимаю решение, как только поезд проедет два десятка метров, выпрыгну. В этот момент слышу, как кто-то вскакивает на платформу в метре от меня, часовой. Что делать? Поезд набирает скорость, колеса стучат на стыках. Становится еще темней, станционные фонари остались позади. Теперь мы мчимся лесной дорогой. постепенно начинаю ориентироваться. Вынимаю нож, просверливаю маленькую дырку в брезенте. Смотрю, поезд идет не очень быстро. Вдоль пути лес к самой дороге выбежали залепленные и закутанные снегом кусты. Часовой встал и медленно перемещается к концу вагона. Он в тулупе, уши шапки опущены, наверное ничего не слышит. Он исчезает где-то за брезентом. Немедленно секунды приподнимаю брезент и вываливаюсь. Меня подхватывает ветер, потом снежный вихрь, сугроб. Как здорово, что столько снега и что он такой мягкий. Ой, ногу обожгало огнем. Видимо не заметил в хаосе падение, как повредил ногу. Ну что с ней? Перелом? вывих, ушиб. Щупаю, двигаю пальцами. Наконец убеждаюсь растяжение связок. Несмертельно, но дьявольски неприятно. И прямо скажем не вовремя. Сначала щукин, теперь я. Напасть. Хромаю в лес поглубже. Нахожу куст, срезаю палку и двигаюсь в обратный путь. первые полчаса иду бодро. Постепенно становится все труднее. Глаза заливает пот, здоровая нога немеет, поврежденная болит. Чувство такое, будто подмышки буравят огромные раскаленные штопоры. Двадцать километров, а если ошибся, если тридцать, лишь бы добраться. До рассвета я должен, я обязан добраться и доложить. Конца не видно, но что-то видно, или это уже начались галлюцинации. Мне кажется, что очень далеко впереди появились и исчезли какие-то тени. Всматриваясь до боли в глазах, ничего. А может патруль? Или обходчик? Или волки? Интересно, здесь есть волки? Только этого не хватало. Сжимаю зубы до скрипа, зажмуриваю глаза, снова открываю, смотрю. Ничего. Показалось. Продолжаю путь. И вдруг ясно вижу их. Они выскакивают на полотно из кустов и, спотыкаясь, бегут мне навстречу, машут руками. Сначала я останавливаюсь, падаю в сторону, срываю автомат. Потом узнаю. Это щукарь и хворост. Тогда переворачиваюсь на спину и закрываю глаза. Подбегают, тяжело дыша, поднимают, тормошат. Они разглядели меня раньше, у них инфракрасный бинокль. Когда платформы ушли, они сообразили, что при первой возможности я спрыгну и пойду обратно, и отправились мне навстречу. В лагерь добираемся перед рассветом. Там уже беспокоились, высылали дублирующую группу. Теперь весь отряд двигается параллельно ветке к обнаруженному аэродрому. Меня как маленького везут на саночках, только соски не хватает. Двигаемся быстро. Сосновский прикинул, что до аэродрома километров тридцать. К вечеру доберемся, разведаем и ночью взорвем. Просыпаюсь, когда отряд добрался до места. Все заняты делом, суетятся, ужинают, готовятся к операции. А я сижу в своих саночках под елочкой. Не б еще зайчика, хлопушку, идиотизм. Из-за этой дурацкой ноги пропущу самое интересное. Почему с нами в поход не отправился санинструктор? Кравченко, например. Тогда она была бы с тяжелораненым неотлучно. Здорово. Но Кравченко нет, а вскоре никого не остается, кроме приставленного ко мне вместо няньки Хвороста. Весь отряд уходит на операцию. Мы с Хворостом молчим, напряженно вслушиваемся в ночные звуки. Вот сейчас шарахнет, но ничего не шарахает. Часа через три раздается несколько далеких тихих хлопков, зажигательные трубки, Бекфордов шнур с детонатором. Действительно не будут же они устраивать настоящие взрывы, учения все-таки. Но я просто забыл об этом. А затем начинается кошмар. Воет сирена, слышны выстрелы, в воздухе вспыхивают сигнальные ракеты, ребята возвращаются потные, возбужденные, у некоторых масхалаты порваны, все спешат. Лагерь снимается, и на всех парах мы отступаем в лес. Остается небольшой тыловой дозор, нас преследуют. Продираемся через чащобы, минуем какие-то овраги. Два раза я вываливался из санок. Чувствую себя ненужным грузом, мне неловко, вот ведь не повезло с ногой. И вот после многодневного похода возвращаемся в часть. Пока тряслись на грузовиках, ребята рассказали, как взрывали аэродром. Это было не так-то просто. Кругом забор, колючая проволока, всюду часовые. И все-таки Сосновский обнаружил какую-то бетонную трубу, через которую обычно вытекала вода. Ему вода замерзла. Вот тут-то наши ребята и проявили сметку. Во льду, забившем трубу, они пропилили, прорубили лаз. Это заняло время, но они справились. Чтоб потоньше стать, сняли с себя все, что могли. Масхалаты, шинели, протащили тол и гранаты. Мороза никто и не заметил, не до того было. А когда оказались на территории аэродрома, расползлись повсюду, как ужи. Где какой объект находился, они изучили заранее, наблюдали с деревьев в бинокле. Каждый точно знал, что взрывает, какое ему отведено время, сколько потребуется взрывчатки. Ее заменили деревянные шашки, совсем как толовые, мы их заранее еще в городке наделали. минировали все, что можно. Самолеты, склад горючего, еще разные склады, машину полевой метеостанции, радары, прожекторные установки, электростанцию. Судя по всему, начальство осталось довольно. На разборе действия роты и в частности нашего взвода похвалил сам генерал. «Нога прошла, завтра в увольнение, увижусь с Таней. Вечность прошла, как мы с ней виделись, по-настоящему, потому что вообще-то мы виделись. Я ходил в медсамбат ногу лечить, и там мы несколько раз поговорили. Но какие в медсамбате свидания?» Мама пишет, что отец ставит спектакль и требует ее постоянного присутствия. Так что пока она приехать не может. И чтоб я не огорчался. Я-то понимаю, в чем дело. Это отец меня выручает. Такой прием придумал. Молодчага! Эл тоже разразилась длинным посланием. Она ждет, она скучает, она вспоминает, она мечтает. надо отвечать. длинным посланием. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...